Все, что я буду говорить дальше, не имеет никакого смысла. Но будет смысл в том, что будет появляться в ваших головах, пока я буду говорить. Все, что я буду говорить, смысла не имеет. Все, что будет появляться в ваших головах, имеет колоссальный смысл для каждого из вас. Когда вы будете со мной спорить, я буду говорить, я этого не говорил, а ты себе придумал. Сразу говорю вам, чтобы вы даже со мной не пытались спорить, потому что не нужно этого делать со мной. но если вы захотите поспорить я буду очень рад, просто очень все понятно? это значит, что вы претендуете на открытую дверь в самолет ну, я все понимаю итак, господа, контент, который первый я взберу, называется вот так понятно написано? мне нравятся русские люди когда нарисуешь вот эти четыре фигурки геометрические, да? то иностранцы ничего не понимают русские все понимают сразу, что нарисовал я просто нарисую это прежде, чем написать до конца знаете, знаешь, что я нарисую, что-то русские все сразу понимают сразу ну, как вот я не стал писать именно вот это слово я написал еще итак, давайте разберемся с этим контекстом, господа итак какие чувства? очень комфортно чувствуют себя в человеке, который находится в этом контексте какие чувства? какие чувства? какие чувства? из пространства выиграешь и от памяти какие чувства? страх страх еще жалость жалость гида еще ненависть ненависть еще гида чувство ремень еще теревога теревога еще злость еще шерсть стыд это что такое? стыд это стыд приводит к каким состояниям? к какому чувству? страху страху и какому чувству еще? безысходности да? пишу безысходность да безысходность гнев так гнев присутствует у жертв гнев ну и так далее допишите, если захотите согласны, что на северном полисе все выгодно холод выгодно белый медведь выгодно тюрень выгодно согласны, что все выгодно там не живут ящерицы потому что там они не выгодны а на северном пустыне наоборот выгодны ящерицы да? для экосистемы все же зациклены вы наверное знаете, да? что если убить пчелу то через 4 года не будет ни одного человека вы знаете, что если последнюю пчелу убить то мы в этой экосистеме то есть как только пчела погибает последнюю нечего есть будет потому что там пылять нечего то есть как бы Вроде бы как тараканы, червяки не нужны На самом деле, все это необходимо для нашего с вами счастья и существования Одно что-то убиваешь и как бы что-то отрываешь себе Таракан убил, а раз пол уха палится Так, ладно Так вот Понятно, что все это очень выгодно Потому что иначе человек не выбирает это, раз ему не выгодно Человек вообще никогда не выбирает то, что ему не выгодно Выбирает то, что ему выгодно Если пользоваться этой терминологией Давайте посмотрим А чем же это выгодно? Выгоды Почему выгодно бояться? Почему выгодно быть страхом? Пожалуйста Огромное внимание, раз Что еще? Вот я целый день От чего? Страх Вот я боюсь Что? А, привлечь себе слона, чтобы он сказал Ты что, я боюсь И таким образом перевесить на него что? Свою ответственность перевесить на этого человека Но самое интересное Целый день боюсь Я что делаю в этот день? Красота Целый день боюсь Можешь объяснить Я ничего не делал, потому что я боялся целый день Кино смотрел целый день и боялся Поэтому ничего не делал Круто, да? Согласна, что это вообще отдых Страх же Это же отдых Ну, когда ты боишься перед сессией Мама же не может тебя заставить пойти в магазин Потому что и так страшно Ну, бедная девочка Завтра она будет сдавать экзамен Пусть лежит, боится Ну, так же, да? При этом Мама, что делает? Если тебя Прилачат в магазин Покупается, да? Вот так, как бы перевешиваешь ответственность Мало того, бездельничаешь еще Согласна? Пишу Перекладывание Ответственности Жалость себе Почему так выгодно себя жалеть? Почему? Кто скажет? Почему? Ну, почему так выгодно... Почему выгодно жалеть? Ответственность, понятно Вот не выгодно жалеть себя Почему это так? Можно ничего не делать Давайте по-другому посмотрим Вот представь себе дискотеку, представь на дискотеку Вот я ставлю в углу и жалею себя Что на самом деле я делаю? Давайте Зачем? Зачем я привлекаю это внимание? Зачем? Подходит такой симпатичный парень, как он, да? И говорит, девушка, что с вами? Не тот Правильно? Да я добью весь уйдю дискотеку насмерть, пока тот не придет, мне нужен Это и есть, да, тот Например, да? Заметьте, люди гуляют Праздник идет, праздник у кого-то дома Собрался коллектив людей пригласили директора Все супер, все супер Но директор привел к центру внимания Так как он приглашен не на корпоратива домой к кому-то То он не в центре, правильно? Потому что там другая атмосфера Что делает директор, чтобы попасть в центр внимания? Что он делает? Ему вдруг становится немножко не по себе Он уходит в другую комнату Потому что ему как-то не очень здорово Да? Все что начинают делать? Раз он начал жалеть себя директор Что? Все начинают делать Смотри, что-то не то И праздник пофиг Главное теперь, что я где? В центре Я в центре внимания И все, когда нам плохо на празднике Мы все так делаем Чтобы привлечь внимание к себе Например Все радостные А мой муж и меня не смотрят А мне плохо от этого Поиспорти нахрен праздник Но тогда я мужу Зато муж внимание И все начинают обращать внимание Потому что я в центре Круто согласны Что как только начинаешь себя жалеть Хочешь, чтобы апельсины с мандаринами В больницу Все И чтобы я не хочу сразу Не будешь отрицать, что это привлечение Внимание Жалости Как манипулировать Конечно Привлекать внимание Согласны? Вот если ты грустная То я же буду обращать больше От тебя внимание Чем на веселых Как бы девушек Вот вы две грустите Вот ваш край Он радостно Черт внимает Ну что с вами? Что поможет? Ой, поясницу сломила С твоей стороны В правой лизу Жалости Согласны, что это Привлечение внимания? Да С последующей Привлечение внимания Не будете отрицать? Обида Вообще Супер Выгодно Вообще Обалдеть Все пользуются этим Почему это так выгодно Обижаться? Давайте Абсолютно верно Ты вот так сидишь Грустная физиономия Еще и курить со мной Тут с хором 2 часа Ты мне вообще обидел Саша Ты меня обидел Хочешь остановиться со мной Отношения? Откажи здесь 3 раза И если Саша Реально ведется На этом потому что Наши отношные цены Чего я его заставляю делать? Вот шубу пока мне не купишь Не подходи Урод Так? Ну манипуляция же Согласны? На ребенка Не знаешь что с ним делать Что ты делаешь? Все Я на вас обиделась Так же это крайняя мера вообще Ребенка Пофиг Не получилось мне Надо еще сильнее обидеться На 3 дня обидеться Ребенок говорит Ну на 3 дня серьезно Надо что-то сделать Правильно? Согласны что это манипуляция Фолосальная Не будете отрицать? Господа не будете отрицать? Манипуляция Манипуляция Ненависть Почему выгодно ненавидеть? Почему выгодно ненавидеть старых родителей? Которые все время нудят и пристают тебе всякими просьбами Почему выгодно? Почему выгодно их ненавидеть? Можно ничего не делать Правильно Потому что если их любить То надо будет что то делать А если ненавидишь Вот тебе оправдание У всех портится отношение Длядица Всем не нравится Мутники Отдых Почему это так выгодно, испытывая чувство вене? Ох, да, это я. Почему? Кто может сказать? Ну, помогу, помогу. Господи, я сегодня встал на свои ноги. Кошмар, сегодня встал справа, включаю телек, 250 тысяч человек погибло, мне кого-то. Это из-за меня. Я вообще царь. Алло, вселенная, Бог, ты там заткнись, это из-за меня, если что. Он так переживает за то, что у нас в фирме что-то не получилось, молодец. А что ты сделал, чтобы не получилось? Ничего, он зато переживает. Оденьте корону, пожалуйста. Это из-за меня, все происходит. Да, да, вы что, не звали из-за меня? Супер центрированный, не будете отрицать? Алло, согласны, что чувство вене это невероятно центрирование? Это из-за меня, Сашка, переживает и так болеет. Из-за меня, ой, господи. А слышите, геморрой просто вечером, и все. Ну, надо же концентрироваться, правда? Кто-то узнал, что я геморрой. Что, он зря, он не сделал, зря. Я думал, из-за меня. Центрирование невероятное. Тревога. Ну, по-моему, если я вот так не вибрирую, то через некоторое время все вы тоже на счете черного. Да? Тревога, что-то такая. Слышь, 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 слышь. И как бы все начинают синхронизироваться. Мне не хватает просто синхронизации, не хватает друзей, не хватает, что я начинаю? Тревожиться от тревоги, все сразу скапливаются. Все сразу съедняются. Потому что как только тревога, все сразу глядут. Во всех пожарных тревожатся. Ну, чтобы я сказал. Мы, говорит, служим, гуляем вместе. Ну, я бы сказал, что я сказал. Понятно, что тревога это способность синхронизировать Вселенную к себе. Ну, как бы я, церковь, Вселенная, дрожила вокруг меня. Пофиг, что там-то дела. Я сказал, она дрожает возле меня. И все дрожит возле меня так, как я хочу. Согласны, когда тревогу наших друзей, мы что делаем? Мы бросаем свои дела, правильно? А что мы делаем? И идем к ним, и стревожимся вместе с ними. Глупость, конечно, тревожится. Но надо же тревожиться, друг же. Но время теряем, все равно друг, да? Тревожимся. Когда у него психоз кончится, потревожимся, да? А потом у него кончился, а у нас... Тревога это возможность синхронизировать Вселенную. Синхронизировать. Злость. Я попросил своих детей убрать игрушки. Они мне не слушаются. Еще раз попросил по-доброму не слушаться. Еще раз по-доброму не слушаться. Что я говорю? А что они делают сразу после этого? Покирать игрушки? Если работает еще, да? Если мне 15 лет уже. Так вот, что это значит? У меня что на детьми появилось здесь? Что? Согласны, что когда директор не знает, что с нами делал, что он делает? Орет. Да? Понятно, что дети обычно к 15 годам уже перестают на это вестись, а они говорят, мам, ну орешь и олей, как бы, да? Они говорят, знаете, такой, когда блондинка, брюнетный, шатенка, брюнетный пластик. У кого грудь больше? У кого? У блондинки, потому что я 18. Ну, вот такой ребенок. Злость это, это власть. Согласны? Безысходность. Что я делаю с ней? Что на самом деле я с ней делаю? Брось все, пожалуйста, да? И, пожалуйста, только я. Только я. Только я. Больше никого нет на этой земле. Понятно, что безысходность это возможность отыметь всю Вселенную. Плюс привлечь голоса, нехочется внимать. Смотрите. Я не хочу на контрольную. Я хочу, чтобы было очень много внимания моей мамы. Что я делаю? Градусы. Все, мамы, никакой контрольной. Лежать дома. Ну, кусочек мой. Ой. Я еще и маникл, что я не контрольная. Круто, да? Можно избежать любых катаклизмов, если ты безысходности. Потому что хуже живу уже не может быть. Представляете, я сегодня цветы мне не приталил. Все, все, все. Умирал. А то, что машет машет на этом вчера, сегодня цветы. Ужас. Еще его отыметь сильнее. Можешь? А можешь здесь еще? Могу. Одиннадцать ты должен. Ты же мой муж. А двенадцать. Можешь? А тринадцать. А пошла-ка ты. Как это так? Такую царицу бросил. А безусловно, что время. Отыметь вселенную. Вот. Как отыметь? Отыметь вселенную называется. Гнев. Ну, то же самое власть. Ну, и так далее. Не буду говорить много. Понятно, что все это выгодно. Вам понятно, что это выгодно?